Здравствуйте, мои дорогие! Это осень, тябрь, еще тепло, я еще не пострих волосы, в новом году есть еще два месяца в запасе. И вот я слушаю книгу-аудиокнигу «Красное-черное» автора Стендель 19 века. Интересно, завороженно, просто надо слушать. У тех провинциалок, которые на первых порах знакомства легко могут показаться глупенькими, у нее не было никакого житейского опыта, она совсем не старалась блеснуть в разговоре. Одаренная тонкой и гордой душой, она в своем безотчетном стремлении к счастью, свойственном всякому живому существу, в большинстве случаев просто не замечала того, что делали эти грубые люди, которыми ее окружила судьба. Будь у нее хоть какое-нибудь образование, она, несомненно, выделялась бы и своими природными способностями и живостью ума, но в качестве богатой наследницы она воспитывалась у монахинь, пламенно приверженных Святому Сердцу Иисусову, и воодушевленных кипучей ненавистью ко всем тем французам, которые считались врагами иезуитов. У госпожи Дориналь оказалось достаточно здравого смысла, чтобы очень скоро забыть весь тот вздор, которому ее учили в монастыре, но она ничего не обрела взамен и так и жила в полном невежестве. Лесть, которую ей с юных лет расточали, как богатые наследницы, и несомненная склонность к пламенному благочестию, способствовали тому, что она стала замыкаться в себе. На вид она была необыкновенно уступчива и, казалось, совершенно отреклась от своей воли, и верьерские мужья не упускали случая ставить это в пример своим женам, что составляло предмет гордости господина Дориналя. На самом же деле ее обычное душевное состояние было следствием глубочайшего высокомерия. Какая-нибудь принцесса, которую вспоминают как пример гордыни, и та проявляла несравненно больше внимания к тому, что делали окружающие ее придворные, чем проявляла эта такая кроткая и скромная с виду женщина, ко всему, что бы ни сделал или не сказал ее супруг. До появления Жюльена, единственное, на что она в сущности обращала внимание, были ее дети. Их маленькие недомогания, их огорчения, их крохотные радости поглощали всю способность чувствовать у этой души. За всю свою жизнь госпожа Дориналь пылала любовью только к Господу Богу, когда воспитывалась в монастыре сердце Иисусова в Безансоне. Хоть она и не снисходила до того, чтобы кому-нибудь говорить об этом, но достаточно было хотя бы легкого озноба или жара у одного из ее сыновей, чтобы она сразу же пришла в такое состояние, как если бы ребенок уже погиб. Грубый смех, пожимание плечами, да какая-нибудь избитая фраза по поводу женской блажи. Вот все, что она получала в ответ, когда в первые годы замужества, в порыве откровенности, пыталась поделиться своими чувствами с мужем. От такого рода шуточек, в особенности, когда речь шла о болезни детей, у госпожи Дориналь сердце переворачивалось в груди. Вот что она обрела взамен угодливые и медоточивые листья Иезуитского монастыря, где протекала ее юность. Горе воспитало ее. Гордость не позволяла ей признаться в этих огорчениях даже своей лучшей подруге, госпожа Дервиль. И она пребывала в уверенности, что все мужчины таковы, как ее муж, как господин Вально и помощник префекта Шарко де Можерон. Грубость и самое тупое равнодушие ко всему, что не имеет отношения к наживе, к чинам или крестам, слепая ненависть ко всякому неугодному им суждению. Все это казалось ей столь же естественным у представителей сильного пола, как то, что они ходят в сапогах и фетровой шляпе. Но даже после стольких лет госпожа Дериналь все-таки не могла привыкнуть к этим толстосумам, среди которых ей приходилось жить. Это-то и было причиной успеха юного крестьянина Жюльена. В симпатии к этой благородной и гордой душе она познала какую-то живую радость, сиявшую прелестью новизны. Госпожа Дериналь очень скоро простила ему и его незнание самых простых вещей, которые скорее даже умиляла ее, и грубость манер, которую ей удавалось бы немного сглаживать. Она находила, что его стоило послушать, даже когда он говорил о чем-нибудь обыкновенном. Ну хотя бы когда он рассказывал о несчастной собаке, которая, перебегая улицу, попала под быстро катившуюся крестьянскую телегу. Зрелище такого несчастья вызвало бы грубый хохот у ее супруга. А тут она видела, как страдальчески сдвигаются тонкие черные и так красиво изогнутые брови Жюльена. Мало-помалу ей стало казаться, что великодушие, душевное благородство, человечность – все это присуще только одному этому молоденькому оба. Молоденькому хулигану с белыми волосами. Счастья вам, удачи, любви и успехов. До скорых встреч. Встретимся в следующих роликах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...